Тело человека способно совершать самые разнообразные движения. При всех этих движениях происходит изменение внешней формы. Или фигура меняет позу целиком, или меняется форма каких-нибудь частей тела. Изображение человека – одна из главных задач художника. Причем человека приходится изображать не только в состоянии покоя. Поэтому необходимо изучить то, что образует формы, и то, от чего зависят движения и статика. Изучить не только снаружи, но и изнутри. Скелет, соединение костей между собой, мускулатуру, законы костной и мышечной связи, то есть пластическую анатомию человека. Знание анатомии четвероногих животных и птиц при работе над их изображением имеет не меньшее значение, чем знание анатомии человека. Представляю вашему вниманию авторскую работу Рубиновича Михаила Цезаревича «Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц». Автор книги – художник с медицинским образованием. Поэтому изложение методики изображений строится на анатомических основах, а значит, имеет практическую ценность для художников, чем выгодно отличает данные пособия от других руководств этого же профиля. В учебнике большое внимание уделено объемному анатомическому построению фигуры, так называемому овладению формой. Также расширены и уточнены пластические обзоры участков живого тела. В книге в качестве завершающего момента изучения производится анатомический разбор восьми человеческих фигур в самых разнообразных позах и поворотах, начиная с состоящей фигуры и заканчивая фигурой, лежащей в ракурсе. Разбираются классические рисунки лучших мастеров русской школы. Это позволяет ознакомиться не только с анатомическим построением, но и с тем, как оно помогало художникам создавать произведения искусства.